Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Мы находимся в самом низу Блайт Тауна, самого худшего места в игре, по моему мнению. Потому что здесь яд, я ненавижу яд. Здесь навязчивые враги, они несложные, они просто пакостные, как вот эти вот комарики. Так, ну сейчас нам нужно поднять... А, за 7 тысяч мы только можем поднять уровень. А сколько у нас душ вообще? Душа гордого рыцаря, большая душа, в принципе, может хватить. Я не помню, сколько дает вот это вот. Да, может и хватить еще на поднятие одного уровня. Хорошо. Теперь... Выносливость. Вот так вот, отлично. Нужно примерно до 25 вкачать, а потом продолжать качать силу, потому что силушки-то у меня уже хватает. А вот... Выносливости. Так, что у нас тут? Самый низ этого колодца, который мы посещали в предыдущей серии. Так, это у нас... Не мимик в случае. Мимик это такой тип врагов, который маскируется под сундуки. Отличить их можно. У обычных сундуков вот эта цепь справа. Она выгнута как бы в сторону игрока. А у мимиков эта цепь, она смотрит от игрока. Это потом увидите. Драконь чешуя, отлично. Было бы у нас драконь оружие, мы бы его прокачали. Ну, с одного куска, конечно, не прокачали бы, но... Все равно вещь полезная и крайне редкая. Крайне редкая. Так, что берегите их. Их выбить не так просто. Так, ну что, давайте продвигаться. Помаленьку осваиваться здесь. Нам сейчас можно пойти в долину драконов, можно пойти в великую пустошь, или пойти к... этой гадине. К Вилак. К местному боссу. Которую я, кстати говоря, не знаю, как убивать сложный перевод этим персонажем. Просто не знаю. Давайте, кстати, броню сложим, которую нашли в предыдущей серии. Она нам все же не нужна. Это можно сложить. Я и то нашли. Но это не наше оружие, к сожалению. Так, сколько там на это нужно-то? 50 силы, офигеть, да? Я, по-моему, выносливость не набирал, когда за декс играл билд. Столько. 50, это же офигеть. Но это, конечно, вещь хорошая. Вы сами-то это прекрасно понимаете. Так, ладно. Нам нужен щит, который защищал бы нас от огня. Давайте посмотрим, какой из них. У этого защита от огня 45, у этого 75. Неплохо. У этого 70. У этого, при том, физический урон на 100% сносит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А это 85 физический. Я думаю, лучше я предпочту вот этот вот щит башенный. Так, ну он, собственно, у меня в распоряжении. Я с ним и бегал. Хорошо. Броню мы так и не сложили. Ну, короче, я отвлекся на другое. И складываем броню эту легкую. Это все еще по одному разу нашли. Нафига нам не нужно. Так, хорошо. Одежда странника. Обожаю одежду странника. Но не под мой билд, опять же. Так, и все. Мне бы хоть чуть-чуть броню прокачать. Но не судьба. Так, ну что, пошли. Сможешь призваться? Нюхимия. Нам сейчас нужно бежать прямо вперед туда. По яду. Травануться при этом. Подожди, надо возжечь. Возжечь костер нужно. Нужно еще одну человечность потратить. Я что-то какой-то рассеянный сегодня. Ну, как и обычно. Так, одна человечность. Так. А, ну мы не можем подойти, потому что он призывается. Давай уже отменяйся. Потому что у нас сейчас пять эстусов. Нам нужно возжечь, чтобы было десять. Потому что пятью против квилак это вообще просто смешно. Чуть не торопится, да? Не торопится? Не торопится, попкоп. Подождем. Посмотрим пока. Призык не удался. Разжечь. Ну, давайте пробовать. Я, честно говоря, вообще не помню тактику против него. Ну, против него, по-моему, нет особой тактики. Просто бьешь. Настолько сильно, насколько могешь. Отлично начал. Сразу же потерял жизни. Ну, вот. Милдреда еще не хватало. Я и забыл, что она тут по-любому приходит. Давайте ее тогда на нашу территорию бить. Ну, это NPC. О, что-то притормажет игра. Комарик летит. Странно, у нее одежка, надо сказать, в этой ледоведке. Топнуть меня хотела, но не надо. Комарик, уйди. Да уйди-то уже, ну. Что там у нее? Я не вижу, что я взял. Ну-ка, давайте заценим. Так, он, кстати говоря, под силу заточен очень неплохо, но сейчас не прокачан. Ну, видишь, да? Надо будет прокачать. Кстати говоря, у нас 9000 душ, мы сейчас еще один уровень поднимем. Отлично. Сопротивляемость можно было бы, но зачем? В принципе, она не особо пригождается, только вот тут вот. Ах, ладно. 1600 жалко терять. Мы же сейчас умрем, скорее всего. Кому-то, возможно, не понравится мой настрой. Ну, тут, вероятнее всего просто. Так, все, побегли. Ой-ой-ой. Как не самый слабый яд. Он не так, чтобы много отнимает, но противен. Так. Так, я не помню, где здесь есть бабайки злые. Вот здесь есть. Спокойно. Да, успокойся ты, ну. Так, нужно выходить из воды. А то нас сейчас тут размотает к хренам. Ой, неудачно. Живой. Ну, офигеть. Ядом добило. Ох. Так, ну че, дружок? Иди ко мне. Недолет. Как же я ненавижу. Ненавижу эту локацию. Вытянуть его, похоже, не выходит, да? Иди сюда, родной. Я не хочу с вами с двумя сразу драться. О, офигеть. Чизблок. Да, ты посмотри, что делает. Так, хорошо. Будем к вам привыкать. Вообще, иди ты в жопу. Так, ладно, это было глупо. И сейчас я за это отвечу. Повезло. Хорошо. Хорошо, второй там пока в Нирвану впал, что ли. Ты сдох, нет? Нет, все еще не сдох. Пострадаем мы тут еще. Я не знаю, как мне мимо них пройти. Я хотел там, конечно, свои души взять. Ну ладно, 1600 не так много. 30 тысяч душ могу тут набрать минут за пять. Это если знать где. Пойдемте с этой стороны тогда. С той стороны я не смогу пробежать в прошлые разы. Слишком медленный. А с этой стороны дофига вас. Если вы вступите в ковенант защитников леса, то придите вот сюда потом, после этого, в человеческой форме. Получите неплохую плюшку. Ну тут, конечно, будет стоять человек, если вы его убьете. Торговец. Лучший коакционер, наверное, в игре. Рванулся. Даже сюда не успел добежать. Ладно. Ладно. Задело. Я думал, цепанет. Мне просто охота показать хотя бы в этой серии. Квилак. Я не уверен, что мы ее сможем сейчас убить. Какие-то у меня сегодня упаднические настроения. Вон там еще такие ребята, как видите. И они уже идут сюда. Отлично. Чизблок бьет. Надо выносить качать. Ребята, дайте мне просто отсюда выбраться. Фу. Геморрой. Ладно, мы добрались куда хотели. Ты идешь за мной, что ли? Да нет, вроде. Так. Восемь аптечек. Призрачная форма. Вот этих ребят постарайтесь не трогать. От них вам никакой выгоды. Но вот эти вот червячки, которые из них выползают, во-первых, очень сложные. Во-вторых, могут вас проклясть. Босс впереди. Я знаю. И меня это совершенно не радует. Ковенант сисик. Ковенант сисик. Заваливается. Заливает. Круто. Так. Понятно. На третий удар я его не ожидал. Так. Ну хорошо, допустим. А-а-а-а-а-а-а-а. В лаву, в лаву, в лаву. Ну вы поняли, да? Так, ну давайте. Можешь мне быструю броню взять против нее? Тихо. Не надо этого. Хорош. Ой, куда я побежал, урод? О-о-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо вот этого. Чуть не налажал опять. Спокойно. Так, я, похоже, новый прием против нее выучил. Когда она собирается драться. Ой, блин. Ой-ой-ой-ой. Время уходить. Давай-давай. Блин, надо было бежать и бить. Опять надо было. Я что-то боюсь. Так, все, собственно, давайте взялись. Первый. Бьешь. И третий. Хорошо. Так, уходим, уходим, уходим. Ладно, не спешим. Все успеется. По чуть-чуть. Почему я не наношу второй удар? Потому что я могу взорваться просто вместе с ней. Отступаем. Бережу, но убор бережут. Я уже сто раз заметил. Нужно пространство для маневра. Хорошо. Хорошо. Чуть-чуть откусили. Хорошо. Плохо. Нужно отходить туда. Ты посмотри, что она делала. Так, удар. Удар. И удар. А теперь балим. Успел. Самый опасный удар. И самый неожиданный. Теперь сюда уходим. Уводим ее. Уходим. Потому что сами видите, что там. Это что было? Я первый раз такое вижу. Ой, бежать надо было. Ну, давай. Давай еще. 85. Да вы издеваетесь, что ли? Что-то вообще никак. Ну, тактика вроде понятна. Сейчас самое главное не намудрить. Валим. Валим. Хорошо. Я не бью двумя руками, потому что я просто выдохнуть смогу. Так, ну и что, дурочка? Я у мамы дурочка, да? Давай. Буду носить длинный удар, не успею отбежать, если что. О, плохо. Отводим сюда. Да. О, да что ж с тобой не так-то, а? Все, валим. Блин. Теряю моменты. Ты посмотри, какая сволочь, а? Ну, что ж ты за скотина-то такая? Я просто не могу ударить. Я ее сейчас ударю, она меня в блок ударит. Меня отнесет, и я погибну. Отнесет меня на лаву. Такими темпами. Потому что она что-то вообще беситься начала. Так, хорошо. А теперь валим. Да, вот от этого. Так. Отступаем. Плохо. Отступаем. Тихо, тихо, тихо. Да что ж с тобой не так-то, а? Заколебало уже. Маленькой жизни осталось, главное. А сейчас полезешь и быстро срежет. Быстро. Я к ней еще не по уровню пришел. Все, уходим. Ой, чуть-чуть не досталось. Сейчас бы убился на удары. Молодца. Все, побежали убивать. Ну вы заметили, да? Что я чуть в лаву не влупился. Ладно. Главу мы убили. Ну а что, с третьего раза неплохо. Один из самых сложных боссов, по-моему, в игре. И мы его убили с третьего раза. Хорошо. Пойдемте возьмем Ковенант Сисик. Подожди, я не в ту сторону найду. Не столько сложный бой оказался, сколько именно. Нужно тактику против него. Я думаю, у нас с Астрой и Демоном примерно то же самое будет. А вот кого я не понимаю, как бить, это Арштейна и Смога. И Сифа. Я уж не говорю о новых боссах этих. Так, здесь у нас нигде секретки нет? Вон, нигде нет. Хорошо. Обожаю пауков. Нет, ничего лучше пауков. Это кошмар какой-то. Так, ну что, звание? Оба рычага. Вернее, оба колокола. Теперь у нас открыта дорога в Zen's Fortress. Одной из самых дебильных локаций, при этом самых крутых, именно в плане дизайна и продуманности. Но при этом она такую попу боль вызывает, что это просто кошмар какой-то. Это моя любимая локация в игре, если что. А тут у нас пухленький мужичок сидел. Интересно, если я с ним не поговорил тут, мы ничего там не нафейлили. Потому что он еще несколько раз за игру встречается. Хотелось бы, чтобы этот парень остался. Отлично у нас достижение. В принципе, сейчас мы пойдем сюда. Тут у нас еще один босс. Разберемся с ним. Ну, он вообще по элементарной схеме убивается, только очень долгий. Так, а мне душу Квилак дали, нет хотя бы? Душу Квилак дали, да. Квилек. Вот с помощью ее и палаша плюс 5 можно будет сделать кое-что хорошее. Ну и, конечно же, вот тут вот у нас секретик. Ковенант сисек. Ковенант сисек. Ну, давайте примем Ковенант сисек. Да ты че охренел, что ли? У меня есть есть. Уйди, уйди. Уйди, уйди. Уйди с дороги. Ну. Какая красивая девушка, да? Ну, верхняя половина. Прям не хочется убивать. Тут у нас, по-моему, все-таки что-то должно открыться, и мне говорили, так как ты это можешь сделать, но я, честно говоря, забыл. Тупик. Или все-таки тупик, на самом деле. Ну, короче говоря, девушка, конечно, приятная, и многим ее будет жалко, но нам нужна еще Fire Keeper Soul одна, которую нам даст она. Я вообще ненавижу пауков. Да, ее очень жалко, по сути. Но нужно понимать, что это игра, и нам это сильно поможет в итоге, эти души хранителей. Кстати, по дороге обратно нужно будет еще одну душ-хранитель взять, но сейчас мы идем сюда. Короче говоря, вот эти вот мужики с яйцами, как звучит. Когда к ним подходишь в упор, из них выпрыгивают жуки. О, не жуки, а черви. Эти черви, если они укусят вас, через некоторое время очень вероятно, что вместо головы у вас вырастет яйцо. Мало того, что с этим яйцом вы будете выглядеть, как дебил полный. Я не помню, что она делает, во-первых, по статусам. А во-вторых, еще и шлем, который у вас на голове, потеряется. Ну, вы понимаете, какая это игра, и шлем вы больше уже не найдете. Так, зачем я вообще выжигаю этот костер? Ну ладно, пусть будет. Так, здоровье, выносливость, выносливость. Хорошо. Уже офигеть, 38 уровень. Так, еще одна человечность. Обратим опустошение. А, я не являюсь полным? А какого фига? Я ж полным был. Или я что-то путаю опять? Ну ладно. Давайте душу крылак скинем, а то мы ее случайно используем, это будет печально. И побежали к этому боссу знакомиться. Так, не сюда. Я не помню. Пакость какая, да? Яйца, понимаешь? Так, нам нужно вон туда. Для этого нам нужно спуститься сначала. Они далеко не всегда атакуют, как видите. Но все же бойтесь их. Эти вот двое атакуют. Неприятные твари. Не столько сложные, сколько просто по земле трудно попасть. Они очень маленькие, это червячки. У меня, конечно, есть удар. Как раз таки по вертикали он бьет. Ну, вы поняли, короче говоря. Так... Подходим к этому боссу. Тут пока что все в лаве. И пройти дальше мы не можем. Но вообще... Вот эта локация, которая снизу там... Это настоящий ад. Пройдя ее, может сказать, я побывал в аду, сынок. Так, пошли. Что-то у меня частота кадров упала. Возможно, на пару серий. Ну, сейчас-то я думаю, мы справимся. Но когда мы будем проходить, допустим, ад, я думаю, мне разрешение надо будет понизить. Здесь и серии будут не в Full HD, а в 720p. Надеюсь, вы меня поймете. Так, короче говоря, вот поле наших действий. Здесь у нас один из страшнейших боссов, если не знать, как его убивать. Опять же, как и все боссы в этой игре. Пока что он спокоен и не агрится на вас. Он охраняет броню. И его убивать необязательно. Каков красавица. Настоящий дьявол. Вот так дьявол должен выглядеть, а не то, что было в дьявол 3. Охренеть, какая страшная дура. Если вы подойдете и возьмете броню, то, скорее всего, он вас убьет. Потому что он практически сразу долбит. Так, а почему ты не хочешь? У меня же есть один болт. Я просто не ту кнопку нажимал, чтобы стрелять. Все, валим. Хереть. Вот тут прячемся. И начинаем. Я что-то, блин, у меня ушла вся уверенность, что я выиграю его. Какой-то он совсем опасный. Давай, проходи сюда. Интересно, у меня выдержит, нет его? Лишня. Выдержала? Угу. Понятно. Короче говоря, под удар не попадаемся. Ну, вы поняли, где нужно стоять. Сейчас мы его убьем. У тебя защита от огня 70%. У тебя защита от огня 72%. Все-таки вот этот щит, он мой самый любимый. Лучше я с ним нафиг буду бегать. Какая-то дура. Да, тут похоже, ничего не поделаешь. Вот и вся тактика. Сейчас он выйдет сюда, ударит рукой, и мы начинаем стучать по руке. Блок, как вы видите, не помогает. Вообще без шансов. Просто выносит. Он мне напоминает Балрога. Так, замах пошел. И теперь у нас есть несколько... Где твоя рука-то? О-о-о, ребята. Что-то нам не свезло в первый раз. Вернись, ты что? Я все прощу. В общем, вся тактика. Так, ну ты вообще куда-то под землю ушла. Твою мать. Ну что ж ты? Блин, медленным персонажем это... Настоящее мучение. Давай, вернись. Как круто быть подвижным. Ой. Замах пошел. В прошлый раз я еще меньше сносил. Ой, что-то я перестарался. Успею хоть один ударный снег. Ну давай, ну. Подожди. Неутомимый воин его зовут. Замах пошел. А не такой, что крупный воин, да, как казался? Так. Блин, страшно. Аж отлетаю куда-то, хрен знает куда. Нормально. Да не уходи. Совершенно несложно. Умейчи. Хорошо. Да не уходи-то, ну. Еще где-то, наверное, минуты две таких долбежек, и все у нас будет хорошо. Так, все, замах пошел. Еще б фпс не падал. Хорошо. Хорошо. Нормально. Замах пошел, уходим Нормально На самом деле это точно так же, как и бой с Квиллак Только кажется легким Я думаю, люди, которые играли в эту игру, понимают меня Одна ошибка и все, суши весла Замах пошел Еще один заход Вот и все Собственно водичка ушла, можно уходить вниз Ну водичка, вы поняли о чем я Какая нафиг водичка Нам сейчас в лес Дорога После леса нам дорога в Зенс Фортрес Ну короче, пойдемте возьмем эту броню Блин, насколько прикольно все-таки быстрым персонажем вот именно бегать Видите, он гораздо быстрее перемещается В легкую, перекатывается совершенно Нет, это было гораздо интереснее Но с другой стороны, когда еще там тупо ловишь все удары Это, конечно, сила Он, кстати, совершенно не толстый Как оказалось Так, а мне его душу дали? Нет Вот она Вот она Броня моей мечты Она, конечно, под декс И вообще Не воинская Но как она выглядит? Как она, мать ее, за ногу выглядит? Это же Просто красота какая-то И да, я помню, что я во время прошлого прохождения Обещал сделать Видео, в котором я караю людей В фвп боях Именно этим бойцом То есть в этой броне И с косой Будет Будет время Будет и, собственно, видео Сейчас пока что не успеваю этого сделать И тогда не успевал Так, ладно Постараемся Мне это и самому интересно Короче говоря, возвращаемся к Бонфайру И, собственно, на этом заканчиваем Хорошая серия Закончили с Блайттауном Вообще с Блайттауном разобрались за одну серию, да? То есть Именно с нижней его частью За одну серию с верхней И за одну серию с нижней А теперь вспомните, сколько мы с ним парились Во время первого прохождения Это просто офигеть Вон там внизу стоят Боссы Вон там Голд Демон где-то стоит Капры Демоны Вернее, эти, как их Тельцы, короче, Демоны Вон они в каком количестве, видите? Как вы понимаете, сейчас нам туда смысла особо нет идти Ну, то есть можно разобраться И биться с ними В принципе, я даже думаю Они послабее, по-моему, чем Чем оригинальные их версии Это, по-моему, пиратские версии, китайские Но, тем не менее В таком количестве просто вынесут Ох, блин Офигенная броня Так, чё тут, ничего без изменений Кругом эти яйца Долбанные Ненавижу Хорошо Так, ну и что Надеюсь, вам понравилось Увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok